Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Чтобы определиться по дальнейшим направлениям, на совещании у президента за одним столом сегодня собрались экономисты, занимающие ключевые посты и экс-руководители, долгое время работавшие на высоких государственных должностях. Впрочем, и ныне они продолжают свою деятельность в тех или иных экономических структурах. Как отметил Александр Лукашенко в вопросе управления экономикой, Беларусь использовала разные подходы. Главное требование, чтобы предпринимаемые шаги не создавали предпосылок для дестабилизации обстановки в будущем. Любое государство, заинтересованное в своем развитии, оно берет инструменты из одной теории, другой теории и материализует их, проводя ту или иную экономическую политику. Так вот, сегодня группа экспертов, людей, которые ко мне обращаются, все больше и больше склонны к тому, что мы должны серьезно посмотреть на суперлиберальную свою экономику или действий в экономике либеральных. И я об этом тоже говорил, нашу экономику стоит проревизировать с точки зрения человеческого фактора. Отчеловечить ее, насколько это возможно. Однако важно, чтобы предпринимаемые шаги не создавали предпосылок для дестабилизации в будущем. Потому что, используя тот или иной метод, особенно такой желанный всегда, получить доступ к дешевым деньгам и так далее, и тому подобное, которых нет. Мы сегодня можем получить некий эффект, но завтра это обернется большими проблемами. Вот этого допустить нельзя и наоборот. Развитие должно быть абсолютно сбалансированным, без валютных потрясений, платежных кризисов и других негативных явлений, которые мы уже переживали. Если, еще раз подчеркиваю, кто-то рассчитывает на какую-то масштабную эмиссию, то мое требование абсолютно известно. И оно выходит из сути экономического развития последних лет. Пустых денег печатать не будем. Знаю, что у многих присутствующих, я-то еще раз подчеркиваю, есть предложения о задействовании дополнительных источников роста. И они эти предложения от жизни. Давайте их детально рассмотрим. Но все должны давать себе отчет о том, что мы не можем отойти и от генеральной линии развития нашего государства и нашей экономической политики. Главный ее постулат – социальная справедливость, повышение уровня жизни людей, защита интересов страны и каждого гражданина. Глава государства подчеркивает, все экономические вопросы в стране необходимо решать собственными силами. За счет грамотного регулирования и улучшения делового климата. Подробности совещания у президента смотрите в наших следующих выпусках, а пока к другим темам. Средняя зарплата в 500 долларов в этом году – задача вполне выполнимая, уверены в Министерстве труда и социальной защиты. В ведомстве полагают, что увеличить размер заработка можно, к примеру, за счет оптимизации штата или поиска внебюджетных источников финансирования. Что касается коммерческих организаций, то здесь решающим станет соотношение роста производительности труда и зарплаты. Производительность труда превыше всего. И только эффективное управление, эффективная работа предприятий реального сектора, взвешенная политика в оптимизации штатной численности. В бюджетном секторе, в первую очередь, зарабатывание денег, это не бюджетная деятельность, позволит нам обеспечить приемленный уровень оплат труда. В этом году сохранится и контроль над своевременными выплатами заработной платы, а также детских пособий, в котором, к слову, на данный момент задолженности нет. Этот вопрос на особом контроле в Министерстве. Пособия получает почти каждый третий ребенок в стране. Всего на выплаты такого рода в прошлом году в стране затратили около 2% ВВП. 9,5 тысяч человек в Брестской области освобождены от уплаты на сборы на финансирование госрасходов за 2015 год. Еще 160 жителей региона получили извещение об уменьшении суммы сбора. Основанием для этого послужили предоставленные ими документы. В подавляющем большинстве речь идет о людях, которые в отчетном году находились за пределами республики более 183 дней. В целом, по обрезкой области извещение на уплату сбора получили почти 70 тысяч человек. Более 5 тысяч жителей региона досрочно оплатили налог. Напомню, последний день, 20 февраля. С событием в мире из-за схода оползня на острове Бали в Индонезии погибли 12 человек. Среди жертв трое детей. Пострадали еще несколько жителей. Происшествие было вызвано сильными ливнями, которые обрушились на центральную часть острова минувшей ночью. Спасатели и местные жители пытаются разобрать завалы. Пока же поиски не дали результатов. Большая часть населения трех пострадавших от стихии деревень эвакуирована. Сильные снегопады в Японии стали причиной обрыва проводов. В результате почти полторы тысячи человек в южной части острова Хунсю остались без электричества. В нескольких префектурах нарушено транспортное сообщение. Поезда вынуждены двигаться на пониженных скоростях, что приводит к задержкам. На ряде участков поезда и вовсе не будут ходить до воскресенья. Помимо прочего, около 40 пассажиров на полтора часа застряли в фуникулёре на горе Каясан. Причина инцидента не сообщается. За время забастовки полицейских в Бразилии погибли более ста человек. На фоне акции протеста, которая продолжалась шесть дней, начались массовые беспорядки. В их числе угоны машин и ограбление магазинов. В результате погромов были закрыты многие учебные заведения, торговые объекты и медицинские учреждения. А также нарушена работа общественного транспорта. Для восстановления контроля и безопасности власти страны были вынуждены ввести в штат Эспириту Санту специальный состав из 1200 военнослужащих и сотрудников федеральной полиции при поддержке бронемашин. Жертвами взрыва газопровода в штате Луизиана стали по меньшей мере три человека. Ещё двое получили сильные ожоги и были госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как критическое. По данным правоохранительных органов, авария произошла на газотрассе, которая доставляет топливо на одну из местных электростанций. Представитель компании-владельца заявил, что во время взрыва станция не функционировала и газ по трубопроводу не поступал. По делу ведётся расследование. В Новой Зеландии произошла экологическая катастрофа. Более 400 китов выбросились на берег бухты Голден-Бэй. Это один из самых массовых случаев самоубийства, когда-либо зарегистрированных в стране. К тому времени, когда спасатели прибыли на место трагедии, 70% морских млекопитающих уже погибли. Волонтёры и местные жители пытаются спасти оставшихся. Они отправляют их в открытое море во время прилива. Однако шансы на успех этой попытки довольно невелики. Одна из школ самбы выступит в стиле тропикализм на знаменитом карнавале в Рио-де-Жанейро. Приготовления идут полным ходом. Команда заканчивает создание своей уникальной платформы. Тропикализм — особый культурный жанр, зародившийся в Бразилии в 60-х годах прошлого столетия и переросший в настоящее движение. Он положил начало новым направлениям в изобразительном искусстве и музыке. Важную роль будет играть образ бразильской певицы Кармен Миранды с её знаковой шляпой из фруктов. Уже через несколько недель местные коллективы пройдут по самбодрому в рамках крупнейшего в мире фестиваля. Александра Шкарупина, телекомпания СТВ Развитие региональных связей и торговли между странами Востока и Европы. В Минске состоится первое заседание Комитета национальных координаторов Центральноевропейской инициативы. Оно пройдёт в начале следующей недели под эгидой белорусского председательства в этой международной организации. Напомню, ключевой пост в ЦИИ к Минску перешёл в нынешнем году. Перед участниками заседания Комитета национальных координаторов выступит министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей. В своём выступлении представит основные приоритеты и предварительную программу председательства Беларуси в организации в 2017 году. В рамках мероприятия также состоится обсуждение текущих вопросов деятельности организации, включая секторальное и проектное сотрудничество в пути дальнейшего реформирования ЦЕИ. Добавлю, Центральноевропейская инициатива объединяет 18 стран, большинство из них участники Европейского Союза. Но Беларусь во время председательства планирует вести работу над снятием торговых барьеров, а также наладить сотрудничество с другими региональными международными организациями, в частности с Евразийским экономическим союзом. Столетия белорусского плаката. Выставка дизайнерских работ лучших художников Беларуси открылась в Бресте. На стенах выставочного зала представлены как малоизвестные работы до военного времени, так и творения современных дизайнеров. Среди семи десятков экспонатов есть и победители престижных международных конкурсов. Коллекцию, собранную за 10 лет, уже увидела Европа, ну а теперь она впервые представлена вниманию брестских ценителей искусства. Из всех видов искусства белорусского плакат наиболее успешен, на мой взгляд, и его на самом деле знают. И вот наше желание, это, конечно, показать его и белорусскому зрителю, показать эти достижения, показать эти работы, очень разные, разные по техникам исполнения, разные по тематической направленности, по своему нарративу, по своему содержанию. Я думаю, что вы увидите здесь на самом деле шедевры. И последнее. Английский язык вернулся в столичный метрополитен. В последний раз минское метро говорило на английском во время проведения чемпионата мира по хоккею в 2014 году. Тогда в столицу приехали тысячи иностранных болельщиков. В эти дни Минск тоже готовится принять зарубежных гостей. Напомню, уже с 12 февраля в Беларуси начнет действовать безвизовый режим для граждан 80 стран. Пока английский звучит только на автозаводской линии Минского метро. Но в скором времени его услышат и пассажиры московской ветки. На этом у меня пока все. Далее спортивное обозрение. Развитие событий в 16.30.